На 18 часов 8 ноября Фонд интеграции и иммиграции «Наши люди» пригласил молодых жителей Кохт-Лоярви на встречу со специалистами различных ведомств и учреждений. Сотрудники Департамента полиции, погранохраны, эстонской кассы по страхованию от безработицы ждали жителей Кохт-Лоярви в помещении славянской основной школы. Предлагалось, что на встречу придет не только молодежь, но и люди старшего возраста. Консультант фонда Анна Кузнецова за 15 минут до начала встречи сказала каналу «Литес», что такие встречи уже прошли в разных регионах Эстонии и теперь они начинаются в Идавирума. Целью нашего визита сегодняшнего в Кохт-Лоярви это ознакомить население данного города с теми возможностями, которые предлагают различные сферы деятельности, именно профессиональные. То есть это какие-то государственные учреждения, фонды для того, чтобы они проконсультировали людей, рассказали им об их возможностях и о возможностях их существования в данной стране и их будущем в данной стране. Конкретно мы попросили принять участие в данном мероприятии, которое носит весьма ознакомительный характер для жителей города. Мы попросили наших следующих самых важных партнеров поучаствовать. Это эстонскую кассу по безработице, полицейский департамент, а также фонд, который занимается организацией языковых курсов, организацией курсов и экзаменов на знание закона о гражданстве и конституции. То есть это фонд «ИНОВА». Достаточно ли оказываемой европейской поддержки для решения проблемы безработицы? Как минимум, я считаю, что поскольку мы сегодня здесь, то она на достаточном уровне. Встреча была запланирована продолжительностью в полтора часа. Ровно в 18 часов Анна Кузнецова попросила журналистов, которые пришли запечатлеть это интересное событие, покинуть актовый зал славянской школы. И консультация началась. На эту встречу к ее началу пришел лишь один житель Кохтлояреви. С ним и работали специалисты из Идавирума и Таллина. Субтитры создавал DimaTorzok